Когда антибиотик, тогда лактеали. Лактеали и микрофлора в порядке. Путин принял участие в саммите Большой двадцатки, Байден от этого участия отказался, в то же время не было Си Цзиньпина. Как вы считаете, с чем связана вот такая комбинация присутствующих и отсутствующих? Ну, знаете, совсем недавно ведь Байден встречался с Си Цзиньпинем и, возможно, какие-то точки они общие нащупали, где-то смогли сблизить свои позиции, которые позволяют им теперь по вопросу о России, которые, строго говоря, для них обоих вопрос, в общем-то, важный, но не ключевой. Отношения друг с другом, США с Китаем, для них, для обоих гораздо важнее, на порядок более важные. Да, и возможно, что наметилось какое-то эффективное взаимодействие, какой-то диалог, да, и частью общей сделки стало, так сказать, дистанцирование на Путина. Ну, то есть, проще говоря, Байден предложил что-то Си Цзиньпиню в ответ на что, что-то важное, в ответ на что Си Цзиньпинь пообещал уменьшить поддержку, снизить поддержку России. Я всего лишь предполагаю, информации об этом нет. Но синхронный, одномоментный, в последний момент прозвучавший отказ – это показатель. Здесь есть элемент, я думаю, еще знаете, вот чего. Особенность путинского политического дискурса заключается в том, что это абсолютный троллинг. То есть, в целом, в отношениях между государствами, ну, не принято, это же диалог равных, в общем-то, да, то есть, даже если одно государство крупнее, другое меньше, ну, строго говоря, каждый из них суверенный, у каждого там один голос в ООН, и, соответственно, ну, на уровне руководителей, ну, как-то принято друг друга уважать. То есть, там, своему народу ты можешь там втюхивать, что хочешь, но в разговоре с коллегами, ну, демонстрируй уважение, ну, не держи людей за ехотов, не называй белое белым, черное черным. Особенность российского внешнеполитического дискурса, он является производным от пропагандистского, внутрироссийского пропагандистского дискурса. То есть, как вот власть занимает наглую такую позицию отрицания вообще очевидного, то есть, белое называется черным, черное называется белым, вот внутри страны. Они вот автоматически развернули этот свой пропагандистский дискурс изнутри и повернули его вовне. Но там-то, извините за выражение, вот по-другому не скажешь, это, извиняюсь, используя язык путинской номенклатуры, так сказать, да, там же не втюхи, и эти люди не хотят, чтобы их за... держали. И когда, допустим, российский МИД на голубом глазу говорит африканским лидерам, вспоминая историю саммита России-Африки, который имел место в России пару месяцев назад, говорит на голубом глазу, что на полях Украины Россия сейчас ведет битву за свободу и независимость, в том числе и Африки. Ну, то есть, это же, ну, то есть, когда тебе в лицо такое говорят, и ты это вынужден слушать, ну, тебя за кого держат-то, понимаете? И, в принципе, я думаю, есть элемент вот этого тоже. Ну, то есть, слушать Путина, это на самом деле себя не уважать, потому что он будет говорить откровенную чушь, ты вроде, ну, ты же не будешь его перебивать с ним, спорить, да, дипломатический этикет, протокол не предполагает этого. Вот. То есть, проблема Путина в том, что он так и не понял, вот, чем отличается дипломатия от пропаганды. Он один и тот же язык использует в обоих случаях, а это разные вещи, они по своей природе разные. В некоторых случаях ты просто не можешь позволить себе делать то, что ты можешь себе позволить в других случаях. Ну, потому что россияне не могут против твоего пропагандистского дискурса возразить, потому что, ну, их просто пересажают. Там у тебя и ФСБ, и Следственные комитеты, и прокуратура, и суды подконтрольные, и Росгвардия, да. В общем, ну, что хочешь, то и делаешь. А вовне же у тебя этого инструмента нет. Ни Байден, ни Си Цзиньпинь не боятся ни Бастрыкина, ни Краснова, ни Бортникова, понимаете? Ни даже Золотова. Плевали они на них. И поэтому здесь, ну, у тебя другой уровень аргументации, понимаете? Вот, то есть, есть вот этот элемент. То есть, есть закулисные договорённости, и есть общее, в принципе, нежелание слушать. Вот такое простое, понятное по-человечески нежелание слушать человека, который тебя держит. Как так. Вы знаете, ну, сейчас большинство мировых СМИ пишут об этом именно в том контексте, как вы сейчас сказали, что это действительно может быть такой сигнал миру, сигнал Путину, и это действительно может быть позиции Си Цзиньпина. Безусловно, новая позиция, потому что, честно говоря, ну, крайне неожиданное решение. Вполне вероятно, что мы в ближайшее время услышим какие-то опровержения, если это не так. Ну, а если это так, то наверняка со временем это тоже проявится. Ну, это уже, наверное, вопрос недели или даже месяцев. А если возвращаться к сути сказанного Путиным, ну, вот той, собственно, пропаганды, которую он порадовал тех, кто всё-таки решился принять участие, в том числе, например, премьер Индии, хозяин саммита Нарендра Моди, вот эта история о переговорах, которую опять он поднял. Без участия Соединённых Штатов, лидера Соединённых Штатов, без участия лидера Китая. Такое ощущение, что они как будто знали, о чём он будет говорить, и, возможно, поэтому, потому что он-то хочет рассказать, он-то хочет, чтобы все думали, что он договаривается с Соединёнными Штатами, с Китаем, вот такой вот многополярный мир, наверное, этим только и ограничивается в его вселенной. Ну, а их не было, и поэтому звучало это в адрес таких, ну, экономик, которые развиваются, в лица, да, в адрес лидеров экономик, которые развиваются. Ну, в общем, о чём может свидетельствовать сама, сам текст? Я, наверное, у вас сейчас, как у политтехнолога спрашиваю, текста, сказанного Путиным. Увидели ли вы что-то новое в этом тексте? Ну, вот когда он говорил о своей готовности к переговорам, он вдруг неожиданно вернул фразу, которая, мне показалось, звучит, ну, то есть он за эти полтора года ни разу не демонстрировал такого понимания Украины, такой готовности, так сказать, понять её позиции, да. Ну, то есть для него Украина – это исчадие ада, абсолютное зло. А тут он говорит, ну, мы, дескать, готовы к переговорам, неоднократно это говорили, это же украинское руководство, значит, отказывается. Они даже подписали специальный закон, приняли специальный закон, запрещающий переговоры с Россией. Хотя, ну, так, он тут чуть-чуть слукавил, не переговоры с Россией запретил Зеленский, а переговоры с Путиным. Вот. Значит, и тут он вот добавил неожиданную фразу. Вот, он сказал, ну, можно понять, дескать, идёт война, там люди гибнут, да, как-то вот так это прозвучало. То есть, знаете, вот он до этого, ну, вот эту фразу, вот, можно, дескать, их понять, да, ну, невозможно было себе представить, что было в его устах, да. То есть он просто говорил, украинцы делают вот то-то, вот они плохие, поэтому. А тут он не сделал выводы, что вот они плохие, а ну, дескать, ну, как бы, вот, понятно. То ли его неудачи в Авдеевке, значит, сильно обескураживают. То ли вот этот неожиданный шаг со стороны старшего товарища Си. То ли, допустим, вот сейчас начавшийся, значит, мощный такой прессинг на российский теневой флот и на систему торговли нефтью в обход санкций, который сейчас позволил, вот он, начался этот прессинг, и, к сожалению, вот в эти дни, буквально там вчера, позавчера подошли цифры по поводу того, что объемы продаж и аресты стали снижаться. То ли появившаяся информация о том, что российская нефтеперерабатывающая отрасль сталкивается практически на грани технологического кризиса. То есть в результате технологических санкций переработка, нефтепереработка, глубокая нефтепереработка, не грубая, когда ты там отделяешь вот одну фракцию, а все остальное, по сути, превращаешь в мазут. А такая реально современная технологичная переработка, она делается за счет катализаторов и прочих, значит, извините, не инженеров, поэтому не могу в детали углубиться, но за счет присадок, катализаторов, таких вот очень высокотехнологичных вещей, которые Россия не производит. Их раньше закупали за границей, а теперь Запад их России не продает, и старые запасы исчерпаны, и уже официальные спикеры признают, что ситуация в нефтепереработке достаточно угрожающей становится. Понимаете, это не нефтепереработка, это не шутки, это не какая-то периферийная история. За нефтепереработку идет нефтехимия, то есть это значительная часть экономики страны. Вот, ну то есть проблем на самом деле очень много. И какая из них сподвигла Путина к вот такому изменению, значит, риторики, сейчас уверенно утверждать я не могу. Возможно, это сумма всех этих причин. Возможно, это минутная слабость, да, и завтра он, так сказать, снова соберется, да, и продолжит в прежнем, вот, 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 в прежнем духе. Но, да, сегодня это прозвучало, и это было неожиданно. Ну, и смотрите, это же звучит в разгар российской самой такой активной фазы операции «Майдан-3», как, по крайней мере, ее называет президент Зеленский, со ссылкой на данные украинской и других западных разведок. По словам президента Зеленского, россияне хотели бы его сместить так или иначе через внутренние перетурбации, причем до конца года, то есть, ближайший месяц и неделю. И если это действительно сейчас такая основная ставка Путина, то наверняка они там только и делают, что потирают руки. Понятное дело, что это, ну, не представляю себе, чтобы это могло произойти, при том, что у президента Зеленского сумасшедшая поддержка общества и у политики президента Зеленского точно такая же поддержка. То есть, условно говоря, кто бы в случае, не дай боже, даже чего не оказался на месте президента, он в любом случае будет проводить ровно точно ту же самую политику, если не более жесткую относительно россиян. И в этом плане, честно говоря, я... Теперь уже я не могу понять этот самый Кремль, который на что-то надеется, а, собственно, это же ровно то же самое, чем они пытались заниматься с 2014 по 2019 год при Порошенко, сколько было попыток этого Третьего Майдана. Потом пришел Зеленский, опять то же самое. Ну и уже когда Зеленский объявил открытую такую, как бы это сказать, дипломатичную, антимедведчуковскую кампанию, то есть закрыть охоту на пятую колонну, полностью перекрытие всех путей снабжения этой пятой колонны, вот тогда уже Путин начал собирать войска на границе в начале 2021 года весной и уже думать о каком-то военном пути решения украинского вопроса, как они сами это, ну как настоящие нацисты, это, судя по всему, называют. Как вы считаете, вот действительно ли у Путина, вот что-то сейчас ему дает такой стимул, Путину условному, Кремлю в целом, стимул для того, чтобы думать, что ну вот не получилось тогда, но вот сейчас-то точно получится? Ну я не вижу таких причин на это надеяться. Может быть, знаете, вот исходя из того, что я вижу в паблике, может быть, вот Арестович, да, вот Арестович перешел в оппозицию, и может быть, это является каким-то косвенным признаком того, что позиции Зеленского слабеют, значит, плюс, значит, косвенно можно, наверное, предположить, что, ну то, что, во всяком случае, пока украинское контрнаступление не достигло заявленных целей пробития коридора на… ну, прорваться к Мелитополю и перекрыть вот этот сухопутный мост на Крым, да, вот, может, эти две вещи, я сейчас, вот вы меня спросили, да, я сейчас рассуждаю, может быть, вот эти две вещи при сильном желании, знаете, там вот это важно понимать, они же в целом растеряны, они же не знают, что делать, а в такой ситуации, как говорится, утопающий хватается за соломинку, и может быть, вот в такой ситуации вот эти две вещи в совокупности, вот они, вот наша надежда, да, но поскольку других надежд нет, вот, там Авдеевку расшибли лоб, а вот, может быть, вот в этой ситуации у них вот, ну, они вот схватились за этот проект, может, даже не просто, не столько потому, что верят сильно уж, больно сильно верят там в успех, ну, поскольку все остальные проекты еще хуже, так сказать, понимаете, ты же всегда, вот это надо понимать, это же реальная политика, ты не то, чтобы у тебя есть вот вариант выбрать совсем хороший проект или просто хороший проект, иногда у тебя нет ни совсем хорошего, не даже просто хорошего, ты это выбираешь между там плохим и совсем плохим, и Путин очень часто в такой ситуации в последние годы оказывается, он, собственно, это является последним свидетельством того, что он заходит в тупик, вот, он все чаще выбирает между плохим и совсем плохими вариантами, и может быть, вот это та самая история, то есть, может быть, на самом деле они не сильно во все это верят, но поскольку пока какие-то ресурсы еще есть, ну, глупо же, просто сдаваться, пока есть ресурсы, ну, давайте попробуем еще этот вариант, может быть, выгорит, может, вот раньше не получилось, а сейчас другая история, смотрите, вот, значит, захватить там выход на Крым они не смогли, там, Арестович взбунтовался, а он-то понимает внутреннюю ситуацию, может быть, он что-то знает, что-то чует там, вот, ну, и вот по совокупности, вот приняли решение, давайте попробуем сейчас сверкнуть, вот, хотя вы правы, конечно, далеко не первая попытка, я вспоминаю знаменитые слова Путина, сказанные в момент начала агрессии, когда он сказал, обратился к украинской армии со словами «Не сопротивляйтесь нам, а лучше сверкните, значит, этих, как он их назвал, там, бушайки наркоманов, по-моему». Ну, то есть это же, по сути, то ли привык к переворотам, то есть это та же самая история, в общем-то, да, вот, поэтому действительно он не первый раз это пытается, и я думаю, что если он не смог это в той ситуации, когда Россия еще была такая сильная, да, еще никто не знал, что это бумажный фигург, вот, ну, тогда шансы на Уст-Фиг были большими, а сейчас, ну, просто украинским каким-то, кому-то находящимся в Украине, вот, раньше связываться с Россией было проще, во-первых, потому что это еще Россия не была врагом-врагом, так сказать, да, она была таким, да, недружественным государством, но, ну, все-таки были дипотношения, не воевали, в общем, да, и это облегчало задачу коммуникации с российской стороной, это, во-первых, ну, то есть это не было таким уж грубым национал-предательством, да, это, во-первых, во-вторых, самое главное было ощущение, что Путин в силе, он уж точно сильнее, там, Зеленского и всей Украины, и, соответственно, ну, там, подыгрывать сильному, как бы логично, а тут-то выяснилось, что Украина не слабее, как минимум, вот, и в этой ситуации предавать Украину, так сказать, в пользу России, которая оказалась, ну, акции, которые падают, да, ну, как-то это не очень логично, конечно, поэтому шансы на успех у них по сравнению с тем, что были раньше, падают, я думаю, и уж если они тогда не справились, то, наверное, велика вероятность, что и сейчас закончится так же. Знаете, вот вы говорили, а я прямо такую вот фабулу нашего разговора с вами вывел, приближался третий год специальной военной операции Второй армии мира против шайки наркоманов. И одиннадцатый год спецоператив... Третий год трехдневной операции тогда, да? Кстати, кстати, вот это еще даже точнее. Спасибо вам, Аббас, спасибо, что приняли участие в нашем эфире. Аббас Галямов, политолог, долучился до обговорения тих новых сентенций пропагандистских, которые выдав Путин на саммите Великой 20-ки, куди его пустили индусы и куди не захотели приходить, даже виртуально, президент Байден и лидер Китаю Сі Цзин Пін у той момент, когда выступал Путин. Ну, тот день, когда, в принципе, в этом саммите взял участь Путин. Продолжение следует...